С вами новости спорта. Я Марина Зябина. Здравствуйте. Приятные вести пришли сегодня из Каунаса. На первенстве мира по жиму лёжа и живчанин Марат Аминов выиграл серебряную медаль. Пожал он 175 килограммов. И победителю в борьбе за золото уступил лишь по собственному весу. Это большой успех спортсмена и его наставника Николая Хлопенёва. А в Ижевске набирает обороты всероссийский чемпионат общества «Динамо» по служебному биатлону. Накануне его участники разыграли награды в кроссе на 5 километров, где всё золото завоевали гости из Саратова. А сегодня в программе была эстафета 4 по 1000 метров. Удача в упорной борьбе улыбнулась хозяевам трассы. Ещё до старта чувствовалось напряжение. Эстафета – настоящая лотерея, а фаворитов как никогда много. И на чемпионат заявилось почти три десятка сборных. Приехало 29 регионов, более 300 участников. Ещё ожидается подъезд на чемпионат «Динамо» по биатлону Свердловской. Команды здесь, команд Коми. Команды Коми приезжают. То есть это был 31 регион в общей сложности. Ещё большую пикантность эстафете придал тот факт, что многие представители регионов ехали в Ижевск, думая, что соревноваться им придётся в классическом кроссе по пересечённой местности. А организаторы предложили асфальт. Ожидали лучшего, конечно. Говорили же кросс, а походило по шоссе, как бы немножко тоже повлияло, видимо. И спуски тоже, кто как готов был, видимо. То есть асфальты вы себя менее уверены чувствуете? Ну, как готовились просто к кроссу, видимо, и сложилось хорошо, потому что очень довольны. Саратовец Евгений Гурев, кстати, накануне стал обладателем индивидуального золота на дистанции 5 километров, и потому именно его сборная рассматривалась в качестве фаворита в эстафете. Саратовцы действительно со старта долго лидировали, задавали тон в беге, но начиная с третьего этапа вперёд вырвались представители Татарстана и Удмуртии. Судьба главного приза решилась на последних метрах. Фортуна улыбнулась хозяевам, у которых самый весомый вклад в победу внёс известный легкоатлет Константин Васильев. Трасса очень тяжёлая, специфическая, я больше такой, скажем, стадионщик, и поэтому довольно-таки очень тяжело, и погода довольно-таки холодная была. То есть было очень много трудностей, но я думаю, что справился с ними так или иначе. Вслед за сборной Удмуртии финишный створ пересекли атлеты-динамовцы из Татарстана. Завтра в программе чемпионата перерыв, а в пятницу его участники разыграют медали в кроссе на 3 километра с двумя огневыми рубежами. Старт в 10 утра. Отлично выступили в Пельме на чемпионате при Волжье и пловцы Удмуртии. На их счету 11 наград, в том числе одно золото Дмитрия Крошникова и один новоиспечённый мастер спорта – это Дмитрий Кустиков. Все победители и призёры поедут в июне на национальное первенство. И не у Респензо, а взрослые в Москву. А в Глазове уже определились финалисты спартакиады учащихся России. Представлять сборную при Волжье в Краснодаре в конце июля будут и удмуртские стрелки. На их счету 10 наград. Золото выиграли Татьяна Виноградова, Павел Петров и Григорий Лопатенко. В общекомандном зачёте наша сборная вторая. Вернулись с наградами домой представители городочного спорта Удмуртии в Вятских полянах. На чемпионате при Волжье наша команда выиграла бронзовые медали и завоевала право выступать в июле на первенстве России. Хорошо подготовил ребят тренер Иван Чуприков. Он, кстати, в личном зачёте занял на соревнованиях четвёртое место. Поедут на чемпионат страны скоро и наши лучники. Состав команды определили накануне на кубке Удмуртии. Он прошёл в Ижевске в тире стадиона «Динамо» и собрал около 60 человек. С лидерами республиканской сборной познакомилась поближе наша съёмочная группа. Лидер сборной Удмуртии Юлия Байбахти на местные турниры старается не пропускать. Говорит, это опыт соревновательной практики ей пока не хватает. Стрельбой из лука Юлия занимается всего чуть больше года. Впервые, когда проходили соревнования, было волнение, как-то это всё было страшно. Сейчас уже просто спокойствие и настрой. Если ваша с луком, то, что все едино в целом. И когда ещё здорово всё получается, классно-то тут, вот что. Ну, не знаю, адреналин, радость. Сейчас Юлия уже кандидат в мастера спорта. И в июне юниорка поедет в Лизайн на чемпионат страны. И её задача, как, впрочем, и ещё пяти наших спортсменов, попасть в десятку сильнейших. Всё приходит с опытом. Опытно посмотреть, как проходят соревнования чемпионата России. И сделать заявицы о Тульмуртской республике. Значит, что мы есть на свете такие, то есть, ребята из Тульмуртии, значит, приехали заявиться. У нас появились первые КМС, у нас появились рассредники. Это гениальные, на мой взгляд, результаты за тот срок, который мы произвели, ту работу. Кубок Утмуртии – хорошая проверка сил в преддверии национального перенства для лидеров команды. Выиграли его Дмитрий Трефилов, Юлия Байбахтина, Ксения Петряева. В большом финале, в котором участвовали победители всех возрастных групп, первым был Дмитрий. И Юлия ему проиграла в перестрелке. И последнее на полях школы футбола завершился республиканский турнир сельских подростковых команд. В нем приняли участие клубы из 12 районов Удмуртии. Золото досталось представителям Киясова, которые в решающем матче обыграли соперников из Яра со счетом 3-2. На третьем месте юные футболисты и силотов. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин